Ну и меняется драфт, удивительно, фанатики отказываются от пика ТБ. Еще не вечер, Леша, еще не вечер. Но Медуза появилась, навряд ли уже ТБ все-таки будут брать. Медуза плюс Никс. Гигфемы решили удариться прям в лейт. У них ничего не получается в середине игры. Они очень сильно проседают как раз от фанатиков. И вот решили сразу, не поиграть ли нам в лейт через Медузу. Посмотрим, как у них получится. Ну что, ТБ? ТБ хорошо против Медуза работает. Да, хоть Медуза там иллюзии может все убивать, но... Всегда есть такой артефакт, как пика. Можно переждать. Непонятно, как бороться с мана Медуза. То есть нет Лансера, нет, соответственно, Никс Асасина. Он и команда ГФПМ Девауэр. Ты, соответственно, она тоже не возьмешь. И непонятно, какого героя. Может быть, снова Энви возьмет себе Вивер. То есть Вивер отчасти с покупкой Дефюзоблейд, с появлением Таланта 10. Может, ману Медуза очень быстро выжигает. Но Энви на Вивере был нестабилен. Поэтому навряд ли. Навряд ли. Чего ж он так передумал ТТБ брать? Чего ж Энви решил Клокверка и Варлока забрать? Интересно. Может быть, не передумал. Может быть, вот он. Ну, это же Спектра от Энви, в принципе, с другой стороны. Тоже герой, который когда-то был прям сигнатурный. Там Ренталон и Топорик покупал, еще я помню Энви постоянно. Спектра Медуза. Ох, ох, хорошо. Ждет нас интересная игра. Еще сюда надо Тинкера. В идеале для Фнатика и все, можно играть. Кстати, Тинкер. Ну, Тинкер против Никса Сассина, опять же, не хочется его брать. Но мы уже видели такой матчап. Да, и в принципе, Никс там не очень как-то обеда обижал. Ну, вначале, да, было неприятно. Но потом обед. Вернулся в доту и просто раскидался их. Надо усилять Медузу. Надо усилять сильными персонажами, чтобы эти сильные персонажи спейсили для нее. Можно опять какого-то... Какого-то Дизраптора может забрать. Может быть, Рубика. Как раз в Варлок, там, Голема воровать. Или Банды, те же самые. Жесткая комбинация, на самом деле, Варлок Спектра. При раскачке как раз Банды будут накидываться. И Спектра со своим мультимейтом будет очень много дэмэджа наносить. Ну, и Банды, как раз, и Спектра. Задумались, Гикфэм. Можно какой-то оффлейн взять пока, или вообще пятерку забрать себе. Ничего особо не выдумывать. Как-то пропал Вич-Доктор из драфта. Он в Китае появился в каждую игру и прям ходил всю карту разносил. А в Азии... Ну, все-таки видно, что мета в Азии и в Китае реально различаются. Какие-то герои по типу Титана в каждой игре у любой китайской команды. Там Вич-Доктор в каждой китайской команде пикает. А здесь вот этих героев нет, в принципе, вообще. Всех никто не берет. Шадоу Шамана, кстати, играет тоже пока почему-то команду здесь не взяли. Шадоу Шамана — это чисто европейский стайл. Европейский СНГшный стайл. Прям под этого Шадоу Шамана очень агрессивно у нас играют. Коллективы все прям поддавливают. ООДЖИ — это, в принципе, у них ферст пик этого персонажа. Ну да. Различается чуть-чуть у нас. Разнятся у нас меты. Не меты, а стратегии в разных регионах. Хотя обычно, когда мета уже полностью устаканивается, плюс-минус одни и те же персонажи появляются. Ты знаешь, из чего происходит? Из того, что давно у нас не было смешения как раз стилей. Из того, что у нас давно не было международных турниров. Из-за этого как раз все команды тренируются между собой в своих регионах и вырабатывают что-то новое. Потому что сколько уже? Месяц, да, наверное? Ну, Каптор Здравт вот был, получается, сейчас идет Галакси, но... Ну, Каптор Здравт не то. Каптор Здравт не топ, потому что там все-таки другие абсолютно персонажи. Там все-таки от Дарквиллу до Пангольера. Иногда доезжаются. А так, наверное, последний финал это была Дремлига. Я так-то не припомню больше. В декабре у нас немного было Лана. Ну вот, месяц, да, прошел уже. Потому что сегодня уже 18 января. Где-то там, да, в последних числах середины декабря. Были чемпионаты. Как раз за месяц команда там тренировала что-то новое для себя. Сейчас первые мажоры пойдут. Я думаю, все к одному чему-то придут. К одним каким-то имбалансным персонажам. Бесмастер. Вот сейчас мне уже стратегия Фнатик не очень нравится. Вроде у них есть сильные ультимейты. Ромеры неплохие. Хороший такой лейт. Но именно в сумме... Вот ты смотришь на этих четырех героев. Просто спектра на них пойдет и убьет их всех. Но начало игры может по-другому быть. Бесмастер как-то разыграется. Быстро соберется и третьих некров на Медузу. Натравит. Дарксир. Хороший пик. Потому что видит уязвимых персонажей. Видит, что они без станов будут на легкой линии ставить спектра и варлок. Дарксир там будет себя чувствовать очень комфортно. Потом комбинация под нюкса. Можно реваджи давать хорошие. Дарксир хорош здесь. Да и на Медузу тоже щит вешать. Потому что очень много милишников. Спектра милишников. Бесмастер милишников. Клокверк милишника. Если ее будут бить как раз все эти персонажи. И она будет еще под счетом Дарксира. То еще лишний дэмэдж. Пабан остается. Фнатик Эгик Фэм. Нужен герой фнатиком для обеда. На центр. Есть снова там какая-то квопа. Тампларка. Тинкер. Все герои, в которых мы уже привыкли видеть от обеда. Большая вероятность, что-то из этого и появится. То есть герои, чтобы выжить ману, уже не будут никакого брать. Бан Тимбера. От Деваура тут взять не получится точно никак. Так Никс его просто уничтожит. Шотт оф виндек мы видим тоже нет. То есть могли бы как-то теоретически взять его фнатики себе под Клока на центр. Но... Невозможно его взять. Его не будет. Я думаю, для обеда сейчас доедет. Знаешь, что-то из серии, может быть... Какого-нибудь Шторма или Темпларки. Темпларка не в бане. Она здесь хорошо смотрится как раз-таки. Ее очень трудно гангать. Да, есть щит, который будет выбивать рефракшн. Не знаю, вот Шторм мне нравится. Шторм или... Ну, или Темпларк. Ну, кто обед за сигнатурный персонаж? Только вот эти. У меня там есть 4-5 жестких его героев, на которых он играет круто. Почему бы их не брать, если их отдают? Либо Темпларк, либо Шторм. Может, Квапа опять же. Но... Не знаю, Квапа мне здесь не нравится. Хотя... Она будет так же... Хорошо себя чувствовать как... Не как в прошлой игре, но как обычно. Квапа у нас чувствует себя. Здесь просто нечем ее ловить особо. И... ДП еще. ДП, ДП, ДП. Точно. Ну, я про нее вспоминал на прошлой карте. Когда я как-то скинулся. Но я почему-то обед вообще не брал. Но вот здесь пришло взять. ДП против ДК. Хороший выбор. Опять же, герой очень приятный. Против ДК. Хотя, слушай, ДК походу здесь на легкую идет. А Медуза идет на центр. Все же. Несмотря даже на то, что ДК и Медуза вроде обычно ДК идет на мид. Ну да. Тут Чуань. Ну, чтоб не проседал. ДК просто против ДП. Его поставить на легкую линию. Так же будет формить артефакт. Угу. Поэтому для ДП, что линия прям будет суперлегкая. Надо будет как можно быстрее купить рейнропы. Учитывая, что там еще будет Огр Макс. Скорее всего, бегать, игнайт и раскидывать. Драгонайт потенциально может вообще стоять линию один на один против Бесмастера. И не чувствовать проблем. Поэтому саппорты вольны. Роумить по всей карте. Что Огр, что Аникс будут бегать и помогать на других линиях. Я не знаю, честно. Смотрю на эти драфты. Мне ни один, ни второй не нравится. Хотя, по Догр Мага, два вот этих Кора, Драгонайт и Медуза, должны тут всех развалить. Ну, если игра, опять же, дотянется до Лайта глубокого, если она будет 6 лотов, я думаю, что даже против Медузы он в состоянии будет бороться. Спектра очень сильна. В конце игры, там, в Медсе 40-50, спектра прям показывает себя невероятно круто. Варлок на 25 уровне тоже, там, когда Големпус у смерти. Не совсем герой для обеда, Дэс Профит. Опять, все-таки, любит что-то поагрессивнее. Взять, там, опять же, Квапу, Тинкера. Герои, которые, там, пытаются убивать. Темп Ларку, Дэс Профит, герой, немножко другой. Подлетим, как он покажет себя на вот этом вот персонаже. Пока на этом турнире я Дэс Профит от команды Фнатик не припомню. Сейчас обед покажет, я думаю. Обед умеет, обед могет. Ну, не проблема сыграть на этом персонаже. Хорошо. NoRazor, пишет. Ага, хорош ответ, как я с Кемберли. Ну, ага. Ничего, так ничего. Да, да, жестко. Умеет. Нормальный панч. А что, выход спина у нас будет от Джек Фэм? Да, я не уверен. Распектура Варлока под щитком. Ну, первый щит не так сильно жест. Ставит нас вардик хороший. Ребята из Гек Фэм контролировать весь процесс. Ну что, будут отжимать, наверное, на руну. Будут две руны отжимать у нас. И те, и те. Оба коллектива. Не будет никакой битвы. Ну что, вся ставка на Чуаня. Чу-у-у-аня. Ну, от Медузы очень много здесь зависит. Драгонайт хоть и кэри, но... Медуза это центральный герой. Ну и, разумеется, за Энви будем следить. На прошлых картах от Энви было не так много прям пользы. И мы не так ждали там больше от обеда. То здесь вот именно от Энви все зависит. Обед будет вспомогательный игрок. Находит Энви Вард. Кушает его плюс 100 опыта, плюс 100 золота. Ну, Дарксир начинает делать очень грязные вещи. Спектр без топорика. И, на самом деле... Сейчас надо будет очень аккуратно здесь все пармить. Желательно не по таврам. Желательно топорик все-таки докупить. Ну да, вот оно, Варлок. Слушай, нормально. Хорошо, двухклипов. А это может быть и ФБ. Это может быть и ФБ. И это... Вот, телепорт очень грамотный от марча. Интересно, зря на базу ушел. Он мог бы идти на Т1. Да, ему нужно было уходить на Т1, потому что он сейчас очень много потеряет вот этим. Пайлайдай очень красиво сделал. Как раз пошел за динайл вот этих двух крипов. С ранжевого крипа очень много опыта не досталось у нас марчу. Как раз вот сейчас два крипа остается, чтобы получить второй уровень. А линия сейчас будет... Ну да, он сейчас мог бы здесь опять стоять и вот уже второй левел получить. Испугался. Побоялся. Может быть, нервы. Нервы играет у нас через Дисперсию. Берет стики себе, топорик. Много крипов подходит. Под Тауру. Сейчас под двумя щитами там будет не очень комфортно. Ой, трудно. Но щит пока первый, поэтому еще хоть как-то можно, но... Да. Дарксеру тут фармят все. Никак его наказать не могут абсолютно. Сейчас будет трудно. Нервы купил топорик все-таки. С топориком хоть как-то урон появляется. И он должен добивать по максимуму. Много регенов тут потеряет. У него и так три танка всего. Но он хоть под варлоком на линии находится, но все равно не очень комфортно. На топе там агрессия. Постоянно от Диджея. Диджея остается без руны. Пытается забрать хотя бы свою. Бейсмастер против Драгонайт. Ну и пока у Бейсмастера все очень даже хорошо. Уровень 2. Кабанов постоянно харасит с Драгонайтом. Драгонайт он уже как можно скорее купить там и стики. И желательно слоринг, чтобы можно было спамить Брисфайр. Постоянно на центр выход от Никсасасина. Ну разве как обе даже все и знают. Но учитывая, что он рунул скорее, нужно быть аккуратнее. Опять плейхард на своем вот этом Никсе. Опять мучает обеда. Не дает. Сейчас еще с моноберном. Ой-ой-ой. Это тут жестко. Еще встаньчик дать и просто уйти отсюда. Мерзкий такой Никс. Ну дают. Играют на Медузу, дают. И спейс пытаются давать. Что они? Хорошо фармил. Есть у него уже аквила. Сейчас будет уходить он в фейс-ботинки. Как у нас на уфлейне дела. Отличный юниверс стоит. Тоже без каких-либо проблем. Да, пока все очень круто. То есть энви фармит, юниверс фармит. На центре обед. Ну там плюс-минус тоже фармит. Хотя Медуза конечно фармит намного лучше. Местик снэйк уже в 2. Поэтому каждый раз все труднее становится. Остается, что без мана. На топе Драгонайта попытаются убить. Ставятся батарейки. Есть Коги. Ну и Драгонайт. Слушай, Кабана нет, да? Как ты понимаю? А, нет. Кабана есть, а медление идет. Драгонайт дает стан. Клокерк. Продолжает атаку. Ну и нужно уже развернуться, да. Потому что опасно. Огро пришел. Был бы играть, могли бы убить. Да, фарифайр еще там просто был у Драгонайта. Поэтому он вообще не испугался. Хороший у него регент под второй пассивкой. Так, как у нас внизу дела. 6-0 у нас имеет Тарксир. Хорошо угоняет, хорошо перейдена. И вот энви отлично фармит здесь. Даже не боясь этих щитов. Марч уходит у нас за Тавер. Остается у него вообще на один щит маны. Убегает просто отсюда. Надо сразу агрить крипов. Да, отлично, отлично. Пайлайдай все делает. Просто великолепная игра от двух у нас героев. Вроде без станов. Вроде без станов. Вроде не должны так Дарксиро жестко гонять. А они ему выбили весь реген. Ему опять сейчас придется идти на базу, бежать. И просто через телепортов. С телепортов возвращаться. Третьего уровня. Хотя мог жестче поставить. Но вот это ошибка была на самом деле. Что он так вот пришел в за Тавер. Потому что ему реально динает одного крипа. И просто убивает весь реген. Надо просто по два щита было на линии. На топе. Снова гоняю Драгонайта. Есть батарейки в два. Коги также имеются. Драгонайт должны хранить здесь. А батарейки уже пошли. Сейчас у батареи в два. Да, сейчас будет спокойно. Дэбби хватит. Хорошо в Коги зажимает у нас диджей. Подходит вроде как Огр. Нет, нет, нет. На, не успевает. Паррифайр даже не пытался нажимать. Поэтому не было смысла. Там секунду бы выиграл. Паррифайр бы потерял. Никс пытается снова идти на центр. Как-то Дэспрофит помешать. Ну, просто монобёрнут постоянно. Дэспрофит мана нет. Это уже круто. Мистик Снейк в придачу. Итого, конечно, ЛДП. Прям линия не сладкая. Но обед терпит. То есть в этой игре обед терпит. Зато у Энви всё прям круто. 29 на 5. Это будет, кстати говоря, доминатор. Ого. Обед терпит. Ну, на самом деле, не так прям сильно. По крипам он буквально на 8 отстаёт. Ну, ничего страшного. Главное, в спектре всё хорошо. Не гоняют её прям как-то на том лайне. Никс, ты подходишь? Можешь шарик на него тоже закинуть. Прайлайдай, можно звук лоббить. Который в ботинке. Отклоп. По два счета. Нет, второго шарика. Хил на себя. Хил на марчах даёт. Ну, он понимал, что он всё равно не выживет. А вот Дарк Сера можно теоретически убить, а он умирает. Да, он грамотно сделал как раз, чтобы разменял его Энви. На топе. Проблема Огр Мага. Очень побитый универс. Универс выживает. Ещё и срабатывают Хоги очень вовремя. И в итоге убивает Огр на топе. Драганайд выживает. Остается, правда, без мана играет. В итоге Драганайд без Солринга. Будет играть через просто ботинок. Брейсер. Там барабанщики купит, видимо. Медуза подбирает регент сверху. А, не особо я ему был нужен. Так почти фулл хп был. Но главное, что не отдает противнику. Снова ухват юниверс на топ. Купил себе бутылку. Можно опять забирать. Опять будет наверх выход у нас. Крипов очень мало. И вот. Ну да. И что делать? Он воюет. И в принципе воюет неплохо, на самом деле. Я все-таки купил брейсерок. Вот тут Кабан. Пошли топоры. Брейсфайр? Нет. Слушай, не думаю. Да там два брейсера. Там очень... Ну да. Жестко. Телепорт с Энви. Ничего себе. Телепорт сюда от Никс Ассасин. Срабатывает Коги. Очень, в принципе, круто. Но в итоге должны убить по итогу. Что там по топорам? Топоры отсутствуют. И Драганайд убивают. И Никс Ассасин. Энви также будет жить. Слушай, ну молодцы. Ну, шестой уровень Энви отлично сработал. Я даже не ожидал, что сейчас так будет. Энви сразу же улетает на шрайн. Доминатор у него уже есть. То есть там крип какой-то остается. Это обычный миликрип. Ничего интересного. Жалко не катапульта. Еще обед. Сейчас если убить с Кембрилли еще раз здесь... Трудно. Трудно будет убить. Ну, Роура-то нет. А как его остановить? Под Кабана, под замедление. Давайте смотреть. Телепорт от Медузы сюда. Медуза. Нет, Сноугейза. Пошли Сифоны. Один пока Сифон. Стан на развороте. Медуза кидает Мистик Снэйк. Ну и обеду нужно по-хорошему уйти. Или оставить... О, ее обеду какую траекторию выбрал. Интересно, на самом-то деле. У нее 7 стиков. Еще ничего с ним тут не произойдет. Вот то, что Медуза телепортируется. Вот это на самом деле начинает... Ну, обед улетает сразу же назад. И сейчас у нее хп-то восстановится после ультимейта. И может здесь пофармить. Стан и вейдет. 8 стиков еще есть. Он не боится. Он не боится. Он сейчас убивает, походу. Он убьет, конечно. Стихия и сварм. И нет. Мана Берн. Очень грамотно обед. Где до конца удар не хватит урона. Это ультогармак. У него 8 армора. Там реген хороший. Плюс 5,8. Медуза тоже возвращается. Сейчас будет сделать себе еще один стак на Эншентах. Гоняет у нас по лайнам. На Фнатик своего оппонента. Заобузли Боттл. У нас ребята из Фнатик. Еще 2 руны будут забирать. Да, гоняет, не все так классно. Прям вот не очень классно. Ну, мы его реально гонабили здесь. То есть бисмастер. Такая вот линия плюс клок. И тебя постоянно бьют. Огр в этой ситуации без помощи. Но он вообще ничего сделать не может. Это не какой-то там... Что не знаю. Шедушаман или какой-нибудь... Там тот же Варлок, Вич Доктор. Ты ничего не можешь сделать. Ты просто еще смотришь на это. Сейчас на топ опять может выход быть. По бисмастеру под его 6 ультимейт. Я думаю, так и будет сейчас. Вот прям вот сейчас вот они это будут делать. Настя, смотришь. Батарейки-то уже третьи. Это очень серьезный урон. Даже, несмотря на 2... На 2 брейсера. Бояцы-телепорта. Окей. А так можно и так, смотри. Оп. Так еще потом сверху эрор дать. Или даже сейчас давать, пока стоит на мяч. Есть Драгонайт. Рор. Хорошо. Они все без крипов. Это очень много дамажа по Драгонайт залетит. Да, мы сейчас посмотрим 5-3 кап. Там урон, не знаю. Под 800, наверное, залетело. Да, от Клоковика там очень много залетело. Бай посмотрим. 1061. Ну да. Третьи батареи. Это очень много. Как дела снизу? Снизу у нас Урсу переманил себе. Энви. Да, у Энви все очень круто. Проблемы у Дарксера могут быть. Но у нее есть Урш, должен уходить. Там банды повесили. Можно просто крипов повесить. На Шадо Вард просто заканчивается. Нет, урон не хватит. Начинает бить дальше Энви. У Энви серьезный урон. За счет вот этого дополнительного крипа. Он идет вперед. Шадо Вард повесили. Блочит. Да, и... Энви. Энви нашел. Нашел вот этого героя, на котором реально начал делать много вещей. Так, куда, куда, куда полетел Энви. А, лол. Вот туда полетел. Энви просто за Дарксером. Ну и кто тут гонит на Энви-то? Просто в соло. Ну, телепорта нет, но он сейчас прячется. Как-то вот так вот на логграунд может уйти. Ну, наверное, нет. Ладно, окей. Да, у него стики сейчас еще откроются. А, ману выжгли. Да, и все, мана нет. Это надо было вниз просто бежать, на самом деле. Вот как он бежал на Варлока своего. Он бы его подхилил еще. Я не знаю, зачем он бы был какой-то такой интересный путь. Ну, доминейтинг отдал, и доминейтинг отдал он Медузе. А вот это очень не круто. Медуза тут уже начинает подфармливать все. Через маску в ману будет играть, есть у него фейзи. Медуза в шоу, в рейв, с них с ассен. Закрыли. Карапасы будут, но я думаю, здесь Роникс жить не должен, да. Тут еще и Урса. И убийство для Диджея. Пошел топорик. Надо уходить. Телепорт и топор. Телепорт и топор мага. Очень долго. Он его впоследствии отменяет. Хорошо отхиливает. Короче, в плане юлитов здесь реально. Тут есть доминатор, есть бестмастер. Бестмастер притом так покупают. Интересно арты. Медальон, дальше Shadow Blade. Там не какие-то Некрономика. Тоже не какой-то доминатор, а именно Shadow Blade. Любопытное решение. Хотя Некра здесь мастхев. Против Медузы нужны Некра. Вообще они будут полезны. Да, много мана выжигает вывод. Ну и Спектр ясно делал там где-то в лейтгейме тоже прикупит себе Дефьюзл. Пока ждем Радианс от Энви. На Спектру, так в наглую. Ну надо Энви уходить. Много хапп потерял. Медуза уже как бы боец. Он может уже сдачи дать. Там 150 урона с руки. Драгонайт перетянулся на мидл у нас. Два брасерка имеет. Подтэшку имеет. Будет через барабан играть. Но понятно, это уже такая стандартный артефакт. Барабаны вернулись у нас в моду. Дарксир тоже через номинатор. Ну, Дарксир через номинатор это понятно, в принципе. Тут этот артефакт для него более понятный. Айншелл закинул на крипа. И там с него очень быстро фармишь. Для Спектра не так, на самом деле, ожиданно. Энви. Но Энви рискует. Энви, по-моему, всё. Пытается и вы... Он, по-моему, понимает, что к чему. При этом всё равно получает удар с Вендетты. И подкоп. И Медуза подмазка в минус убийства всё-таки делает. Пытался Энви убежать, скрыться, но... Немного не вышло. Энви много умирает. Много Медузи отдают. Энви большой очень был. Начал умирать. Хокшот. Врейв на Медузу. Опасно. Голем. Пошёл. Медузу. Успеет ли убить Медузу? Стоится без маны. Теперь пошёл чистый урон по ней. Но... Этого урона не хватает. И контратака на Диджа. Сифона Драгонайте. Висит голем. Начинает пить уже ДК. Очень хорошо работает по Лайдай. Не даёт пройти нормально Драгонайт. Драгонайт погибает от обеда. Хорошо сыграно. Икс-ассасинные стики. Можно, если что, будут нажать карапасы. Но Медузу, что самое главное, убить не смогли. Хотя ДК тоже потеря неприятная. Драгонайта забрали. Юниверс ещё стягивает сюда. Нет у него стана. Приходит Огр. Врыв на Медузу от Энвей. Медуза. Есть Масков Мэднес. Уже не хватает мана на неё. Подкоп. Мимо. Убивают Медузу. Проблемы могут быть у них Сасина. Виндетта скоро. Он уйдёт Виндетту и будет жить. Даже без Виндетта справляется. Ещё и погибает Огр. Ещё погиб... Ой, вот это уже фитфест начинается. Дарксир пытается хотя бы убить Юниверса. Юниверс. Топоры на развороте. И Дикокрыл... Нет. Под счётом. Он под счётом. Ну там уже регенерация. Там просто потли реген и фулл хп. Да, и такой вот конвейер гейминг сейчас просто произошёл. Ещё тавр заберут. Я думаю, вряд ли что-то здесь могут сделать. Надо. Или Скимберли будет играть. Ой-ой-ой-ой. Ну это фитфест. Это фитфест. Это фитфест. Откровенный. Не совсем понятно, что здесь вообще идет регенер Айзабел. Тут как бы вся команда. А ты один. Так против Спектры играть очень опасно. Вот вам что-то скажу. Даже если у вас есть Медуза, так играть против Спектры не стоит. Не тот, что это герой. Ого. Первым слотом? Первым слотом. Ху. Ну это обед. Не Ю, не барабаны там какие-то. А просто блин. Или нет, стой. Нет, это блин, это блин. Это блин, блин, блин. Я думал, принёс себе, отменил его и принёс себе 4 кларки. Но это даггер. Ну не, на самом деле даггер периодически полезен. Ну, раньше все даггера собирали, потому что с даггером ты, ну, суббольный, мобильный, ты уходишь от этих гангов. У тебя всё хорошо. Ты можешь догонять. Таггер такой артефакт, на самом деле. Можно на любом герое собирать. На миде. Сейчас могут нападать на обеда. Как раз таки. Еще 200 хп у него. Ох. Ну, блин это круто. Но вот он сейчас был бы Юл, он бы, пожалуй, немножко подольше бы. Сифоны. Хокшот. Обед. Живёт по-прежнему. Отходит назад, делает телепорт на базу. Там висит яд, но будет жить. Проблема у них, кстати, но он выживает на 25 хп. На нём висит урна. Будут размены один в один. ДП выживает на топе. Тем временем Юверс начинает пушить. Ну, а Эрви внизу уже имеет 250. То есть уже часть денег на Сакрид есть. Юниор Шадоблэйд. Он не боится вообще сейчас ничего. Просто нет никакой просветки. Он просто будет наглою. Активно очень играть. Будет ещё Тауэр забирать. Да. И сейчас в Некра будет выход. Такие первые начальные артефакты очень крутые. С которыми он может собирать вот этих всяких Огромагов. Тарксиров. На Медузу может выход хороший делать. В общем, будет очень мобильный. И сейчас третий Некра. Просто есть просто третий Некра собирать. Они не ускоряют по фарму как-то. Запалили. Юниверс. Юниверс. Сейчас через ульту у Спектры. Ну, Огра. Я не думаю, что они Медузу смогут прям убить. Надо Медузу. Ну, как-то... Медалька. Не, Медузу невозможно убить. Она с ноги есть просто нажмёт. То есть они не успеют завести Рора убить. Не, не, не. Через стан Бестмастер. Он очень долгий. Стопы демиджа не нанесут. Ну, Спектра без хаунта, то есть, была. То есть, это было бы только два игрока. Спектра бы не смогла прилететь в тот момент. А вот сейчас можно и прилететь. На Драгонайта. Укшот. Под Ко. Пошёл. Сразу же голем. Хороший голем. По двоим. Коаги по двоим. Минус два. Минус три. Минус четыре. Остаётся одна Медуза. Ещё и Курьер еле живой. 37 хп не остаётся. Успевает нажать. Обед идёт дальше. Ох, он уже почти был готов ударить-то. Он убивает Курьера. Он убивает Курьера с даггера своего. Как раз-таки. Обед может и не выжить. Нет, выживет. Выживет здесь. Всё, хорошо. Уходит на Фейзах. Заберут Тир-2. А, Эншитов хотят забрать. Да-да-да. Под Голема. Под Голема, Эншитов. Тебя сейчас будет хорошо. О, вот так вот. Вот так вот. Юниверс ещё здесь всё протанчил. Да, много у Медузы. Как всего, забрали. Фнатики, на самом деле, по ходу, квалификацию очень разогнались. Вот как они начинали. Не особо-то там они четвёртыми Нески не отлетели. Но зато вот под конец прям уверенная игра. И Энви на третьей карте прям даёт жару. 3-700 денег у него уже есть. 10 тысяч перевес на 17-минуте. Это очень много. Смоки. И надо забирать либо Бета, либо Энви. Если они заберут Пайлайда, это будет провал. Потому что смок это очень ответственный. А смок на Варлоке это вообще ни о чём. Да, Диджей, Пайлайда, это такое себе. Представь его Клокверка. У него уже Грейжины на 17-минуте. Грейжины урна. У него уже спирит весело есть. Да ещё и зарядов-то хватает. Ох. Ну вот Дэс Профит. Ой-ёй-ёй-ёй. Мимо! Убьют скорее всего всё-таки. Да, там фокус многих игроков. Есть стики, не успевают нажать. Дэс Профит нажимает лишь сифон. Приходит сюда бейсмастер. В невидимости. Заметили там ещё и Варлока. Варлока зацепить не успевает. Ставится Коги, хорошая Диджея. Ну и начинает просто пушить. Но Юльчика, конечно, не хватает. Был бы Юльчик, там ВДП пожило бы. Может быть саппортовые и другие игроки успели бы прилететь помочь. Стики, пара сифонов и Ул. Без Ани лучше не драться сейчас. У него 4-500 денег. Радик. Он сейчас как раз-таки купит в секрет-шопе чужом. Радианс. О, сакрит, конечно. Да там до Радика ему совсем чуть-чуть. Да, совсем-совсем немного остаётся. И всё. Баунтируну сейчас заберёт. Там драки изменятся. Баунтируну надо ЭНВ забирать. Баунтируну забери, сейчас вторая появится. Он что? А, ну, видимо, этого контролила крипа. Сатира своего. Выглядело забавно, да. В итоге всё равно его отдаёт. Ладно. Бывает. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, абсолютно. У меня всё равно на 19-й уже к нему полноценный Радик будет долететь до него. Поэтому я думаю, всё. Всё хорошо. Очень фанатик. 8 тысяч преимущества на 19-й минуте. Всё классно. Все герои расфармлены. Варлок фармит Мек у себя. Клокверка. Вот этот Спирит Весел мы как раз обговорили. Обеда. Тоже всё классно. Из Юл будет играть как раз. Всё-таки решил, что не хватает этого. Спирит Весел бы не помешала команде Гиг Фэм. Я бы сказал, что он им даже необходим против ДП, против Варлока. Там достаточно много хила. Ну, Вакуум. И Юниверс. Очень-очень долго живёт. Там Некор погибает. Но Дарксиры не убивают. Это Спектра. Прилетает. Там есть Рейденс. Там очень много урона. Пытается уйти. Никса Сатин просто от Иллюзии, видимо, сгорит. Никса Сатин выживает еле-еле. Зацепили Деспрофит Станом. Но Энви идёт дальше. Очень много урона от Энви. В итоге убивает Огрмага. Никс каким-то образом вышел там буквально на 20-30 хп. За ним просто шла Иллюзия. Он был в Вендетте. Ну, ну так себе. Тауэр ломать будут. Будет ломать Тауэр. Медуза Сэнджин Яша. Ого. Ничего себе. Я думаю, она рано или поздно её разберёт. Купится всё-таки манту. Ну, а Сэндж куда девать? Ну, Сэндж, Сэндж, Сэндж. Сэнджин сейчас чё-то надо делать будет. Можно будет собрать, не знаю, Алибарду. Ну, на Медуза, ну, да, интересно. В принципе, нет. Монта здесь не особо нужна. Она здесь с бандов умрёт и все иллюзии. Поэтому будет бегать, потому что Сэнджин Яшей. То есть так он воюет. Иулу ДП. Опять очередной смог у нас от Гигфэм. Опять нужно ловить. Вот ещё разочек обеда бы. Ну, не с чего напасть. Просто нет никакого Драгонайта и... Ой-ой-ой. А сам обед, сам обед пошёл и напал на всех. Да. Фраг пришёл к тебе. С приветом. Но Медузу нашли. Но правда тут не те игроки, Стоунгейз. Не смотрим на Медузу. А теперь смотрим. А, хукшот есть. На, замедление. Хукшот. Дарксир здесь. Может дать вакуума. Нет, окей. Шрайан используется. Медуза немножко восполняет здоровье. Плохой голем. Поздно голем. Медуза на Суржия убегает. Хотя здесь Юниверс. Рор на Медузу. Топоры. Подходит Кентавр. Станчик убивает. Проблема, возможно, будет у Клокверка. Клокверк, я ли живой. Карапасики. Клокверк ставит шикарный. Икоги. Балов реплика в ответ не менее крутая. Но погибает Дарксир. Проблема у Драгонайта. Он также падает. Энвер слишком силён. Есть Карапасы. Сейчас замедлит он, наверное, её. Вот в такой вот позиции драться, когда у Спектра Рэддинс, конечно, это очень опасно. Есть сетка. И в итоге Никсасасин даёт подкоп. Но Юниверс идёт дальше. Топоры кидают. От топоров очень много урона. И это минус Никсасасин. Трипл килл для Юниверса. 7-1-8 играет Юниверс. Бесподобная игра. Это уже почти третий Некрономикон есть. По деньгам. Да, сейчас медлтавр ещё падать будет. Всё круто. О, знаете-ка. Всё близко к тому, что они этот финал закончат вчистую. 11 тысяч преимущество. Третий Некра сейчас поедет после этих Эншентов. Буквально. Чуть-чуть остаётся им. Сколько там сейчас? 1300 своих же правильно стоит? 1300 можно вот ещё своих зафармить. И потом спокойно как раз этими под третьей Некра выходить на Рошана. Как раз таки кликает. Мне кажется, туда уже. Игроки команды Фнатик. Спокойно можно выходить на Рошана. Очень быстро забирать. Сейчас Медуза будет страдать, да. Третья Некра на 22-й минуте. Как раз под Медалькой ещё. Будет очень больно. У Медузы нет ничего. Вот просто нет. Есть какие-то вот эти начальные артефакты. Вроде она идёт нормально по Нетворцу. Но по сравнению с... Артефактами команды Фнатик тут совсем... Провал. Слишком большой перефарм уже. 12 штук. Ребят, себе Блокенбар фармит. Хочет прям в центре замеса врываться. Не хочет на всякие Карапасы, там, в стенки попадать. Прям 4 сифона закидывать. Такой будет танк своеобразный. Пока Энви будет всех бить. Тут опять... Ну, понимает, что надо прям просто Энви помогать. И... Да и Юниверс, в общем-то. Юниверс, Таи, урон носит неплохой. Вот они уже третий Некра подъезжают. Ну и тут внизу. Энви. Энви. Карапасики. Окей, стан. Энви, 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 Энви. Успеет засейвить. Энви успеет нажать хаун. Должен, успеет. Да, есть Мека. Есть Мека. Блокенбол фреблика шикарно по четверым, но... В этом нет смысла. В этом нет просто никакого смысла. Тут даже смысла в хаунте нет. Просто так будет забирать еще. Медузы в игре нет. Медузы нет. Еще Гормак будет убирать минус 4. Да, Медузы нет. Без Медузы рвется, но это будет с ИУ. Да, и впоследствии это смерть. Да, тут даже ничего мана тратить не будет. Минус 4. Не получилось гангануть Энви. Плюс, когда его гангали, очень много демиджа сами себя наисли. Средненцы из дисперсии. Это он еще Энви не толстый. Нет, еще 500 хп всего лишь. Сейчас он когда эти хп начнет добавлять. Вот на 15 уже к 8 ко всем атрибутам взял на 20. Там плюс 500 здоровью. Ох, нашли Медузу. Но Диджи здесь один. Тема это далеко. Слишком много, очень слишком много. Перефармы сделали у нас натик в начале. Поэтому Медуза сейчас смотрится очень как-то блекло. Просто фармят всю карту, забирают всех эншитов у этой Медузы. Поджали у нас очень сильно фнатики GeekFam к базе. Ну, надежда на одну Медузу, что она прям в каком-то жестком лейте будет выигрывать. Но она будет драться против 5 расфарменных персонажей. Со своими коллегами, которых итемов не будет. Есть, в принципе, у Фнатик уже Хаунд. Есть все ультимейты, кроме Экзорцизма. Могут минуты подождать. И, в общем-то, вот после этого Рошана, например, идти и драться. На Рошане только нужен Юниверс, чтобы от Рошана прям очень быстро убить. Все-таки... Металь нужна. Да, нужно Соллар, тем более. Соллар, да. Какого-нибудь Крипочка, Кабана плюс один. Ну, видимо, и так справляются очень быстро, да. Урона много. Спектры под две сотни. У ДП аналогично. И ровно сотку пока. Сейчас Пайлайдой доиграется. Оп, Крипочек. Ро. Они не успевают убить, мне кажется. Прям притык. Нажали Смоук. Грамотно. Очень грамотно. Гикфэм просто не тут. А Гикфэм они поняли, но они не хотят сюда идти все равно. Вот че прикол. Сами Смаке мог тут, да, выходить оттуда. Фнатике уже гангать заранее кого-то. Видит. Нотанехаунд. Рыв от Спектры. Медуза нажимает с Тонгейш. Пошел голем по двоим. Рор на... На Драксира. Драксир ставит влаф реплику. Медуза неплохо пробивает. Слушай, урона-то хватает, но... Нет. Не хватает. Там сразу же мека использована, и это минус 4, это конец. Это гуд гейм. Если честно, можно тут, наверное, даже не играть. Это тимбайп, во-первых. Это нету 5 байбеков. Да, ну, будут, наверное, до последнего играть. Все-таки надежда умирает последний, как говорится. Но... Тут смотришь на это все. И я не знаю, кто-то будет... Да, при том, они вроде все правильно делают. Они реально нажимают крут ультимейт. Драксир нажимает кнопки. Там и Вакуум, Воллов Реплика все ставится, но... У них урона просто нет. У них Медуза еще не готова. Медузе тут нужно еще слот А2, чтобы драться. И то не факт. Учитывая, какие расфармлены и саппорты, и... Тут шесть уже нужно. И butterfly нужно, и scudy нужно, и... И грейджин, и мьелнер нужен. И, в общем, много-много. А там спектра уже просто тебе дэмэдж наносит. Именно за счет дисперсии всей твоей команде чуть ли не все хп снимает. Плюс еще это все под айгис было. Это очень трудно было выиграть эту драку. Айгис даже не выбили. То есть вообще фнатики без потерь. Там мека. То есть мы видим, что варлок в этой игре закупился совершенно иначе. ПЛД до этого там покупал себе либо быстрый мидас, либо брейсер мидас. Здесь просто мидас проигнорировал. И вышел такое имя настоящего саппорта, который просто хилит. И уже есть гвардиан грифс. Очень много регена. От фарлока исходит из шидоу ворта и гвардиан грифс. Как я понимаю, да, спиритвесела нет до сих пор. Без спиритвесела играть против, ну, такого-то очень трудно. Против ДП, против фарлока, ну, невозможно. Слишком там сильный реген. Нужно его хоть как-то сбавлять. Спиритвесела отсутствует. Да, спиритвесела должен был у нас Никс собирать. Но у Никса, понятное дело, игра не идет. Как и у остальных. Все команды, да. Поэтому трудно кому-либо вообще, в принципе, собрать. Ну что, пойдут у нас по последней стороне. Может быть, под Духов как раз ДП, под этот Аегис. Можно будет подраться. Или сейчас в Смачке опять кого-то подловить. Или вот через Диджей кого-то подловить. Видят они. Не попадая хуком. По марчу. Ничего страшного. Идет Юниверс уже за Огромагом. Спектр Хаунд. Энви пошел за Дарксиром. Дарксиром вырваться трудно. Ну и... Медуза. Медуза. Стаунгейз. Все, Стаунгейза нет. Юл, Юл, Юл. Акаменел Деспрофит нам в Юле Медуза. Медуза почти нет мана. Медуза получает рор. Пошли Некрономиком бить. Ставится Коги. Медуза выжигает ману в ноль. Драгонайт Блэкенбар даже пока не нажимает. Выкупается Медуза. Обед нажимает экзорцизм. Погибает Дарксиро. Погибает Никс Ассасин. Пошли байбэки. Уже буквально под фонтаном команда Фнатик. Убивает здесь всех подряд. Клокерка пытается убить. Под копту. Гвардия Англии сверху. Диджей. А не Диджио. Они не могут саппорта даже убить. Что же говорить про Деспрофит. Либо... Под фонтаном. Под фонтаном. Под фонтаном просто. Ультракилл для Энви. ГГ. Ну что ж. Победа команды Фнатик 3-0. Это учитывая, напоминаю, что на групповой стадии Гигфам выиграли Фнатик 2-0. И там игры были не самые трудные. Там все было очень просто. Но Фнатики по итогу разогнались. И в конце квалификации прям начали играть все очень сильно. Ну и Энви на этой карте показал себя блестяще. Что Энви, что Юниверс на сложной линии. Это, как я понимаю, первый настоящий лан для команды Фнатик. Где они уже играют в этом новом составе без Ахая. Интересно смотрится, кстати, у нас этот коллектив. Реально хочется посмотреть, как они будут на лане выступать против мировых грандов. Это у нас отборы были на... На Агэск. На Агэск, да. Это азиатский бут минор. Чуть позже будут проходить. Напоминаю, что и Фнатик, в общем-то, пробрались и на Сэллван Котовица. Но это было все в составе с Ахая. Но при этом уже, соответственно, на лане будут играть Юниверс. Юниверс, конечно, хорош. То есть все игры, если ты посмотреть, от Юниверса прям... Очень много исходит полезного для команд...